коллектор за вихрительный но стопор как я и показал видать его пытались снять на автомобиле его сломали просто заслонки если так вот поставить они вот так вот сильно гуляют вход примерно миллиметров 5 наверное эту можно стопора сейчас нет снять концевик вот он здесь уплотнитель стоит и вот по шарику видно он уже не круглый он эллипсообразный и также сама тяга набита поддеваю прокладку прокладка у нас держит эти втулки в ремкомплекте новой прокладки нет который я заказал они есть разные есть китайские аккуратненько снимаю прокладку эластичность она свою не потеряла поэтому я ее помою еще буду использовать вот теперь можно снимать это старого образца ось здесь не круглая втулок здесь нету все набито все разбито вот так гуляет и они набиты все даже вот это крайне и то набито беру мою отмываю и будем собирать отмыл как смог так это и убираем 17.06 2008 года старая даже эту информацию посмывал здесь надеюсь что я когда-нибудь себе обязательно куплю машину для мойки у нас длинная ось привод у нас отсюда квадрат у нас значит идет сюда отсюда всякая она что Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, заслонки ходят. Эти направляющие втулочки сидят на месте. Что остается? Остается поставить. Здесь у нас должен быть уплотнитель. Вот такой этот уплотнитель. В него должно стоять вот такое кольцо. И потом еще манжет наружу сюда смажу силиконом. Обычная силиконовая смазка. И одеваю. Все, уплотнитель стоит. Теперь можно ставить стопорное кольцо. То стопорное кольцо у меня упало снизу на защиту. Кусок у него был отломан. Вот он кусочек лапки от того кольца. Я так подозреваю, что его пытались на автомобиле поменять. Но его на автомобиле поменять с этой стороны невозможно. Потому что оно ставится снизу вот отсюда. Вот так вот. И зажимается снизу часть закрыта головкой. Вот так вот. И снять его не получится. А со второй стороны снять его можно. И поменять вот именно этот пятачок изношенный. Но так как у нас целиком заслонки износились. Поэтому меняем целиком. Теперь работает все корректно. Болтания никакого нету вообще. Остается только ставить на место прокладку и идти устанавливать. Прокладка стоит. Сейчас чищу, ну протираю посадочное место и устанавливаю на место. Площадку на головке протер. Завожу. Отлично. Ну а теперь наживляю все 8 болтов. Я подогну потом. Я подогну. Я подогну. А теперь кронштейн подогну на место. Затянул. Ставлю на место. Открутил дополнительно. 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 Беру хомут новый 1625. Открутил дополнительно. Открутил дополнительно. Открутил дополнительно. И ставлю на место провода на свече. Провода пока задние не ставлю, ставлю шаговый двигатель. Старую тягу я снимаю, беру новую. Силикончиком смажу. Тягу я пока одел снизу, поставлю двигатель и потом одену уже на двигатель. Сразу одеваю разъем. Продолжение следует. Теперь одеваю тягу уже на верхний шарик. Продолжение следует. Тяга стоит на месте. Затягиваю вот этот хомут и затягиваю гайки топливные. Тяга. 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 Продолжение следует... Все, на свечи одел. С этой стороны дальше я пока не закручиваю и не ставлю. Когда коллектор заведу, я уже потом доделаю здесь. А теперь меняю со второй стороны, снимаю коллектор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаю также со свечей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и откручиваю все болты болты закручены по разному я подозреваю что сюда лазили что-то делали я говорю подозреваю что сюда лазили а тут вот такой сюрприз как они это умудрились сделать я не знаю но словом видно старый что держит что-то держит смотрю нашел вот эта трубка которая идет вниз там кронштейн и он ложится как раз на коллектор я ее отогнул сейчас попробую вытащить и покажу что за простые возможно из-за этого и отломали вот этот уголок ну здесь трубку тоже надо откручивать вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok